Чувствую себя Киркоровым в такие моменты. А почему меня не показывают? Почему Владу показывают? Ну привет всем. Просто с камерой поздороваться там. Боря комфортик! А ты чё, оператор? Чё скажете? Хорно! Это мы двух подписчиков привезли из Севастополя и из Екатеринбурга. А, ты к ней на стрим заходил. Андрей рассказывал, что она бешеная. Ребят, вот это Саня. Он победил у меня в кругах. Это Андрей. Он пока нигде не побежал у меня. Вааа! Гироскутер! Какие-то я специально попросил, чтобы вам весело было. Ещё два секса есть. У нас самые клёвые гримёрки для блогеров. А это кто сидит? Кто не вижу. А, Сабина, привет! Тут гироскутер, чувак. Да, я видел. Что вы думаете, что будет на данном шоу? Вам не докладывались? Честно, я знаю, кто у меня будет соперник. Боря, и я боюсь. Мне страшно. Он меня до смерти заглядит. А вам рассказывали, что там бомбы были. Подожди, мы не просто смотрим на друг друга? Дилин-дим! Ремонтируй, слышишь? Чем не нужно что-то говорить? Скажи что-нибудь. Я приехал на съёмку к Андрею Кукошке, и сегодня, я думаю, что он меня р**бёт. Нет. Тут никак не скажу. Пять-сто рукопожатий. Спасибо. Спасибо. Может, не готовился к игре? Да? Нет. Реально репетировал? Чуть-чуть, да. В людьми играл? Ветхи. Я на себя приехал. Привет, ребята. Дистанционно вам руку жму. Привет. Давай. Держи, держи. А, шокер? Ветхи сгорят. С Борей все фоткаются, со мной ни один не сфоткался. Вот так вот. Ребята, ещё, ещё раз. И ещё раз. Это второй четвертьфинал турнира «Погляделка». Из восьми участников только половина блогеров пройдёт в полуфинал. Главное правило – смотреть оппоненту в глаза и постараться не моргать как можно дольше. По итогам жеребьёвки нас ждут следующие дуэли. Сабина против Бори Комфортика. Янчик против Влада Куэртова. Дилблин против Насти Шулико. И ваш любимый парадевич против Влада Роговского. Это «Гляделки» и только один блогер в финале получит 100 тысяч. Ну, а начнётся четвертьфинал с дуэли с Сабиной и Борей. Сабина и Боря. Делай, делай, делай! Бахруло Боря Комфортик. Самый лучший таксист в городе Москве. Меня зовут Сабина и сегодня я не буду шутить. Сегодня я буду жёстко бороться. Сабина – это очень хорошая девушка, но отличная у неё. Опыт большой, может она долго держит, может меня выиграть спокойно. Поэтому надо готовиться для этого. Безусловно, я считаю Бориса самым опасным соперником для себя. Потому что, когда он смотрит на меня, я вижу его прожитый опыт. В его глазах скрывается нечто. Перед этим сложно устоять. Объясняю правила. Нельзя пугать. Вот так делать. Нельзя трогать. Нельзя хлопать. Уже глаза болят. Борь, ты что-то задумал? У тебя очень хитрое лицо. По удару гонга начинаем. Кто первый моргнул, тот и проиграл. До двух побед. То есть три раунда у вас будет. Готовы? Почему не готовы? Страшно. Почему страшно? Я его боюсь. Борь, почему тебя Сабина боится? Ты можешь её успокоить как-то? Он всех переглядел. Готовы? Сабина, делай. Смотрите, можете сейчас проморгаться. Как только гонг, моргать нельзя. Пока я сплю, давай. Смотрите друг другу только в глаза. И не влюбляйтесь. Это главное. Самое неловкое свидание. Борь, если честно, в Сабине что самое красивое? Сабина, в Боре что самое красивое для тебя? Душа. Душа? А ты точно ему в глаза смотришь? Мы так долго смотрели друг на друга, что я почувствовала в сердечке пару уколчиков. Боего дела. Скрывать не буду. Я почувствовала, но у меня жена, дети. Поэтому это исключено. Сабина, кровь течет уже. Я чувствую. Ой, слеза нарастает у Сабины. Она просто расстроена. Боря очень красивая. Боря просто насрана. Смотрите на Сабину, господи. У Бори щека дергается. Сабина, дави его как-то. Сабина выглядит как будто я после Армении вот так выглядел, когда срать хотел. Боря как будто просто нормально. Вообще. Вообще. Моргнула. Сабина? Да. Сильный соперник. Ну что ж, не такое видали, как говорится. Не такое еще повидаем. 1-0. Итог первой игры. Сейчас будет вторая. Проморгайтесь. Серьезно? Может поменяться? Нет. Надо отдохнуться. Не нужно отдохнуться, Боря. Тоже такой же будет? Ты вообще хоть устал, хоть секунду? Спотел даже, не только считал. Лицо дергалось, да? Да, тяжело тебе было. У меня глаза болят. Я смотрю на них, а у меня глаза болят. Кстати, то, что Сабина заплакала, это ее сейчас лайфхак, потому что на мокрые глаза легче. Терпи, терпи, Сабин. Сабин, терпи это, Маря. Боря, сдай звук, чтобы мы поняли, что ты не кукла. Ау! Да, Боря вообще... Мне кажется, он не моргал в свой момент еще. Боря моргает жопой! Боря, дави ее! Она от твоих звуков смеется. Держись, Сабина! Почти, почти! Не моргает, не моргает. Почти! Не, она не моргнула. Не закрыла до конца. Сабин, воду не трать, открой рот, чтобы слезы затекали в рот. Боря, дави ее смешными звуками. Он как будто на паузе стоит. Боря, это тебе не поможет. Дави ее тем, что... Своей самоуверенностью. Ты его не сломаешь, он машины. Как же это круто выглядит. Все сидят за Сабиной? Сабина не моргала? С паузы сняли. Добивай, добивай, добивай. Сабина, добивай. Моргнуло, да? Нет, не было, не было, я наблюдаю. Давайте, кто-то за Борей наблюдайте. У Боря тоже весь мокрый. У Боря мокрая спина. Ну я вспотел, потому что ты нервничаешь, потому что это публика. Ой-ой-ой. У Сабины какое-то второе дыхание появилось. Сабин, можешь ждаться? Это вообще, это по-моему вредно для здоровья, нет? Да, скорее всего ты ослепнешь, Сабин. Я бы на твоем месте сдался. Опа, Боря дрожать всем телом начала. Я уже твои шансы вообще не чувствую. Ой, Боря задрожал как. Ты жива еще? О, слеза у Бори пошла. Мужская. Понял. Это не слеза, это пот. У Бори глаза вспотели. Не дай бог твои дети увидят. Да еб... Вы чего угораете, ребята вообще? Мы специально самых сильных в начало поставили, чтобы показать вам пример. Как он чей-то работает. Смотрите, у него все лицо, все лицо подное уже. Боря, ты можешь со мной поговорить? Боря, поговори со мной, пожалуйста. Домой. Самый. Мы начали терять Борю. Я готов сутки стоять. Сутки. Чтобы ты это поняла сразу. Боря, ты ее рассмеши просто, она моргнет. Сабина, у тебя глаза красивый круглый был, сейчас маленький станет. Блин, как будто он издевается на тебя на путь. Я тебе немножко бабку закину. Ладно, сейчас я. Смотрите, что у меня есть. Я ниху... Вижу. Как это одновременно провернуть, поможешь? Под носом давай начнем. Я у Сабины, ты у Бори. На счет три. Ой. Ой-ой-ой. Сейчас. За Сабиной наблюдайте. Да куда? Не-не-не, нельзя так. Нельзя. Шкопля, шкопля, шкопля. Так это и есть, это усложнение. Да, ребят, вы, к сожалению, пробили рекордное время. Не-не-не, нельзя, нельзя. Сабина терпит. Сабина делает. Не, Борь, Борь, ну надо. Борь, вы в равных условиях. Сабине тоже делаем. Давай в ушко дадим немножко. Джазочень. Сабине на место найдено самое эрогеное. Что за камни вообще сидят здесь, я не понимаю. Он вспотел, не двигаясь, это как вообще. Ты представь, насколько у Бори сейчас анус сжат. Давай на ушко акцент. Я видел, что Сабине понравилось ушко, когда было. У меня все пирожко мокрое. Кстати. Да! Подо мной М5. 2-0. Да, пирожко было такое очень шкотно, потому что когда тебе пирожко что-то делает, ты хочешь либо кашлять, либо смеяться, ты автоматически моргаешь. Поэтому было тяжело держаться. Он пообещал мне косать. Я ему проиграл. Теперь я буду болеть за Борю, потому что он должен мне косать. Боря, верни косать. Сабина, можно тебя обнять? Все будет хорошо. Все хорошо. Ты искренне плачешь оттуда. Сабина, ты как? Все хорошо будет, Сабина. Спасибо. Нам с ним еще бороться, ребят, возможно. Ребят, вы что довели Сабину? Боря, ты можешь извиниться перед ней? Извини, пожалуйста. Ну, игра. Игра есть, игра. Может, обниметесь под руку? К сожалению, Сабина проиграла. Я не вижу 40% примерно. Сабина, расскажи, как ты это сделал, лайфхак? Болезно наполняет глаза, да, и ты потом видишь просто все размыто. Что за капли? Увлажняющие капли для глаз. Ну, в первом четвертьфинале победил Боря. У Влада есть только один шанс. Он связан с тем, что мы его тренировали. За неделю до съемок мы начали тренировки, но он ужасный ученик. Молодец. Ну, есть еще куда расти. Продолжаем тренировки. Фу, это лимон был? Сладкун, тебе надо научиться не моргать, иначе мы проиграем деньги в нашем же шоу. Это нам оно не надо. Да я согласен, чувак, учитель. Мы будем играть. Я буду тебя тренировать! Ты видел мои ошибки в первой игре, когда я проиграл? Как ты думаешь, что мы можем сделать? С тобой тяжело будет. Ты не очень. Я разработал программу обучения. Так, сейчас будем тренировать тебя гляделком. Мои глазные яблоки. Ты игрушка. Так, где Влад? Я придумал новую систему тренировок с перцем. Ты видел, где Влад? Нет. Я не видел Влада. Так, я вижу, вот. Учитель, чувак, твои тренировки вообще мне не помогают. И они максимально дебильные. Не хочу время тратить, пока ты рассказываешь. Ну, продолжай. У меня уже конъюнтивит и глаза простыли. И мне ничего не помогает. Я еще только хуже вижу. Я начинаю моргать. Продолжай. Посмотрите, какой дебильной тренировки до сих пор. Перестань это делать. Я понял, как я могу поднять свою мотивацию. Я лучше найду в интернете какое-нибудь мотивационное видео какого-нибудь американца, который расскажет мне, что мне делать, чтобы достичь своих целей. А ну-ка, дай я посмотрю. Я ничего не понимаю. Сейчас я переведу, подожди. Твое будущее, я буду тебе благодарны. Я думаю, что все это замечательно. Я думаю, это прекрасно, что именно этим мы делимся друг с другом. Позитивно стал нормой. Но я хочу внести в это немного... Пролив мотивации. Откуда он русский носил? Я хочу внести со своими мыслями. Так вот, когда твоя воспитательница в детском саду сказала тебе, Вилли, Сьюзи, ты можешь получить в этом мире все, что захочешь. Чувак, дело твое, конечно, но просто никогда не смею больше говорить, что мои методы старого. Это обижать. Вообще-то я говорил, что они дебильные. Боря отправляется в полуфинал, а я приглашаю следующую пару игроков. Влад и Янчик. Привет, меня зовут Ян. Я отвратительно играю в гляделки. Вы это сами посмотрите. Владислав Дмитриевич. Просто Владислав Дмитриевича достаточно будет. Все остальные знают. Самый опасный соперник – это Влад Куэртов. Мы сейчас с ним играли наверху. Он без перерыва смотрел четырем людям в глаза и не моргнул. Как соперник Янчик? Слушай, ну я думаю, что он проиграет. Мы тренировались наверху, он сказал, что он прям вообще в бафле в этой теме. Но я играю ужасно. Как уже сказал мой соперник. Боря тут прям нагрел. Там еще и все мокрое. У меня почему-то есть такое мини-ощущение, что вы просто моргнете и... Я моргну, я вообще отвратительно играю. Мне уже глаза болят. Так, еще открыл их в момент удар. Я словил хоть оху... Подожди. Он был фаворитом. Янчик, вспомнишь, что ты обещал там на интервью сделать, если выиграешь? На колидорчиков он всех выигрывал. Да-да-да, он сказал, переклеет. Да-да-да. Что, давай второй кон. Просто что-то у меня перекрыло. Просто у тебя сижу, все супер, все окей. Я понимаю, что проходит то время, когда в глазах боль. Ты это время пережидаешь, и у тебя все супер. Ты дальше открываешь второе дыхание, ты сидишь спокойно. Я почти в этот момент просто машинально как-то тук. Все, не стал просто пережидать. Все, начался второй раунд сразу. Ну, по правде говоря, я думал, что я вылечу побыстрее. Но каким-то образом Влад морганул. Я не знаю, что я сделал правильно. Да, если что, есть шанс еще. Влад, не расстраивайся. Вы готовы? Проморгайтесь. Раз, два. Запрещенный прием. Тебе дрожит грустно. Так он уже у него так, глаза уже сужены. Ян, мы не видим твои глаза. Джокер. У меня есть тактика. Попробуйте хракнуть себе в глаз. Я просто не смог. У меня автоматически это было. Все, был, да? Да. Янчик моргнул. Янчик моргнул. А, ты ее минуты продержался? Мы, прикинь, мы там тренировались. Я, блядь, через секунду 20 уже моргал. Не знаю, ну, я неплохо продержался. Минуты это прикольно. Я думал, я быстрее салююсь как бы. Молодец, Ян. Спасибо, Ян. 1-1. Решающий раунд. Готовы? Да. Влад еще с той игры не моргал. Он какой-то грустный. Я теперь всегда такой. А что случилось? Янчик косу распустил. Я еще там не вижу реально. Ну, типа, я вижу 30% все растут. Чего чувствуется вот в этот момент? Боль. Правда, испытываешь боль? Моргнул? Нет, нет, нет. Сейчас моргутся. Я просто чувствовал, что я вот именно хочу сильным соперником. Я просто чувствовал, что я его выигрываю. Я вот прям чувствовал духовно, что я его сейчас должен съесть прям и пойти в финал. Он прибегнул к очень-очень хитрой ситуации. Он отвлек меня. Он сказал, ты моргнул. Я говорю, я не моргнул. Не моргнул. Это было гениально. Влад молодец. Было понятно, что он человек не глупый. Во втором четверть финале у нас победил Влад Куэртов. Отжимайся, отжимайся. Все посмотрели. Делайте, пацаны, делайте. Нет, ну это что такое, слышишь? Янчик взлетает просто. Я хочу напомнить, за что мы боремся. Вот это. Воу, соточка? Чисто чаевые, заеб... Делблин и Настя Шулико. Привет, я Настя Шулико. Я мама, я жена, я дочь, я сестра. Я участница этого шоу. Икея Ярик, народный делблин. Честно, я думаю, что нас просто откроют наши глаза и будут туда капать кислоту. У меня ожидание, ну... Не моргать. Самый опасный Влад. Влад пересмотрел четырех человек. Ярик классный соперник. Ну, может выиграть. Самый безопасный соперник? Ну, я играл с Настей. Она проиграла мне два раза. Поэтому, наверное, Настя. Ты с ней в паре. А, я бы это не знал, кстати. Готовы? На самом деле, да. Есть такой какой-то вот инсайт, что Настя закапывала глаза. Да я не капала. Я всем давала свои капли, но не капала сама. Поклянись на камеру. Да. Спасибо. Бро, я тоже капал. Начинаем первый раунд через три секунды. Раз. Два. Стой, стой. Вот сейчас можно. Ты что, ты крынешься так? Если я моргну, я б***лся. Настя, если ты моргнешь, кто ты будешь? То Ярик. Не вижу его. Как это? Я его не вижу. Ярик, ты где? Я не вижу его. А где ты взял билеты, Ярик? На авиасейлс. Спасибо. Авиасейлс, сервис для поиска и покупки дешевых авиабилетов. Конечно. Дорогие тоже можно купить на авиасейлс. По средней цене тоже можно на авиасейлс. Настя, что так дрожишь? Холодно? Ой, ой, ой. У Ярика такое лицо, как будто он с Настей расстается прямо сейчас. И больше не возвращайся, поняла? Если на Ярика наложить звуки, я пью еще и жму. У меня такое ощущение, у Ярика самодельные глаза. Ну, я моргну. Моргнешь? Не моргну. Как будто ты моргаешь. Это только первый раунд. Можно сейчас моргнуть, чтобы силы сохранить. Если моргнешь, пятерок дам просто. Я бы согласился. Я бы тоже. Ну, за народ. Ой, а что это? Это слишком рано. Я знаю, я просто приготовил это. Чтоб вы знали, что у меня есть перышки. Да, это было. Ярик моргнул. Я г***он. Эй, народный зато. Я сказал, что она слабый соперник, но... Ну, а когда они ошибались, правильно? Когда они г***лились. Ба, на самом деле, я думал, это будет тяжелее. Ну, просто глаза заполняются. У меня уже просто сдавливают, б***ь. А, я тебе просто говорю. Короче, глаза заполняются и на самом деле легко. А почему вы все молчите? Мозг перестает работать, да? Да, да. Не, Мозг, ты просто концентрируешься, чтобы не моргать. Типа смотришь в одну точку, и у тебя все расплывается. Готовы к второму раунду? Мне будет не обидно, если что, просто выиграть. И не обидно проиграть. До этого говорил, что он будет к***о на тюрьму. Я специально это сказал. Проморгайтесь. Глузо. Так, держись, Надя, я тебе научил. Надя, это он Ярику. Давай, Надя. Надя, сделай это. 1-1. У меня очень сильно стало сушить глаза. Очень сильно. Поэтому мне захотелось их закрыть. Потому что мне кажется, если я не закрыла бы, то у меня было размутнение. Я не видела никого перед собой. Настя! Решающий раунд. Все хорошо. Надюш, реально, просто сделай это. Надя, сильно не открывай глаза. Может, скажем Боре? Ее не Надя зовут, а Катя. 1, 2. Стой. Вот сейчас можно. Ярик, сделаю сигму? Да, да, да. Пожалуйста, сигму. Он моргнул. Моргнул? Нет. Нет, стой, если моргнул, надо посмотреть. Смотри, все говорят да, кроме подписчиков, которые держат плакат дел, блин. Ну, он действительно моргнул, это потом будет видно, типа, но мне не хотелось спорить дальше с ребятами. Моргнул, 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 Андрей моргнул. Ну, я автоматически сейчас моргнул, короче. Давай переигровка. Ну, просто непонятно, типа моргнул там. Ну, если там все зрители смотрят внимательно на экран, я думаю, ну, там же... Не моргнул, не моргнул. Да вы с плакатом дел, блин. Что думаете, переигровка? Не, если я моргнул, я согласен, чтобы Настя выиграла. Это ты мне решил отомстить. Да, есть еще одна непонятная ситуация. Я понял. Еще одна непонятная ситуация. Ты решил мне отомстить за мой прошлый ролик, правильно? Я знал, что он мне хочет отомстить за прошлый ролик, что я ему дал 7 желтых карточек. Поэтому он мне дал одну желтую карточку специального. Ну, специальная. Мы решили переиграть, и я понял, что, ну, нет смысла как будто. Настя дает добро на переигровку. Если переигровка, давай, если там реально я моргнул. Давай я просто сдамся. Настя, тебе решать. Давай переиграем. Переиграем? Все честно. Ты вошла в азарт? Готовы? Раз, два. Ярик, ну сделай сигму ради подписчика. Давай, пожалуйста, Ярик. Все равно уже проиграл, считай. Сигму. Сигму. Ярик. Это ***. Ребят, я сделал, я все понимал. Я реально моргнул, наверное, до этого. Короче, я сказал, что я считаю тебя слабее, но ты сегодня выиграла меня. И когда я открывал глаза третий раунд, прям была очень сильная боль. Я не могу сдерживать ее вообще. Да хороший, хороший был соперник. И мне кажется, он поддавался мне в конце. Я бы не сказал, что я поддавался Насте, но она выиграла честно. В следующий в полуфинал отправляется Настя Шулько. Как тебя в комментариях называть? Х**. Я не приведу. Там было про кое-что про х**. Да? Если я моргну, я говорю просто. Ладно, могут просто я рекомендую. Давайте один день можно. Да, один день. Ровно один день. Да, ровно один день. Садись, я следующий. И последний четвертьфинал на сегодня. Александр Парадевич и Владислав Роговский. Всем привет, меня зовут Саша aka Александр. Меня зовут Влад Роговский, влог-склад. Ожидание выиграть, потому что это мой канал и я не хочу платить деньги никому. Ожидание от шоу у меня следующее. Мне кажется, что я проиграю, потому что у меня сейчас главная задача не засмеяться на пятой-десятой секунде. Вот просто. Вот сейчас я попытаюсь на тебя постоять. Я подготовился и каждые пять минут капаю увлажняющие глазные капли. Без рекламы, не знаю. Надеюсь, что они мне как-то помогут. Но мы с Владом играли вчера, он продержался 12 секунд. Я вообще сегодня даже не пробовал сегодня еще. Мне кажется, зря ты, кстати, глаза держишь закрытыми. Раз, два. Влад уснул. У меня в глазах какие-то ощущения, будто я моргаю, но я, по-моему, не моргал. У меня есть ощущение, что он помимо друга хочет украсть у меня и победу. Есть ощущение, что Влад жестко накуренный? Посмотрите на его глаза. У меня болят глаза просто. Я еще когда смотрел предыдущие бои, я сам не моргал зачем-то. И теперь мне плохо. Ты не орывался? Мне очень сейчас плохо. Я уже ничего не вижу. Ты уже расплываешься. Я вижу тебя отчетливо. Это у меня уже нимб вокруг тебя какой-то. Если что, у меня пока что даже не напряглись глаза. Первый раунд я думал, он случайно моргнул. Зачем ты в первом раунде так быстро моргнул, Влад? Обращение к тебе. Я хотел побороться, хотел хотя бы чуть-чуть напрячь глаза, понять, что это за игра. В итоге пару секунд и мы закончили. Капли мне вообще не помогли. Мне кажется, они мне помешали. Так что не то, что я их рекламировать не буду. Если вы хотите не моргать, вам не помогут капли. Они мне помешали. У меня прям, у меня уже слезы. 1-0. Сейчас придется постараться. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Влад выиграл, и мы 100 тысяч никому не давали. У меня прям глаза болели еще до того, как я сел сюда. Не знаю почему. Если Саня сейчас побеждает, то ты вылетаешь, а Саня переходит в полуфинал. Но если сейчас ты побеждаешь, будет еще один раунд. У меня глаза болят уже. 1-2. Очень плохо сразу. Острая боль. Ура! 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 Ты чё залип в окно так? Чувак, я просто смотрю на машину своей мечты под окном. Кстати, ты можешь стать владельцем такой же крутой тачки, а может даже лучше! На уникальном сервере GTA 5 Majestic Roleplay. Чего? Здесь ежедневно играет более десяти тысяч игроков. И среди них те, кого ты точно знаешь. Например, ребята из хозяев. Ооооо.. Чё было, хуй. Такой? Я с ума сошёл или чего? Баря, 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 баря. Блядь! И ты можешь стать кем угодно, губернатором, полицейским, бандитом, создать свой преступный синдикат, все что угодно, даже гардеробщиком. Ладно, про гардеробщика я от себя добавил, но если бы можно было, Андрюха был бы лучшим гардеробщиком. Ведь совсем недавно на Маджесик вышло крупное обновление системы семей. С покупкой офиса вам будут доступны такие улучшения, как собственная вертолетная площадка, прокачиваемый оружейный шкаф, сейф и гардероб. Семьи смогут иметь в собственности как дом и офис одновременно, так и что-то одно, а участники смогут выбирать место спавна при входе в игру. Еще одно ожидаемое нововведение – это возможность приобрести складское помещение для семьи. А в самом последнем обновлении на серверах появился покер, аукцион автомобильных контейнеров и новый эксклюзивный кейс. Не проморгай шанс получить бонусы по промокоду VLOG, 20 тысяч долларов и VIP-платинум статус на 7 дней. Короче, Андрюх, тогда я забираю эту машину в окне, а ты не забудь зарегистрируйся по нашему промокоду. Ты, в принципе, можешь такую же тачку забрать. Круто, молодец! А продолжаем гляделки. Там сейчас самое интересное начинается. Твоё! Я не могу! Гляделки – это точно не твоё. Ну, чуть потренируйся, потом выскочим. Как будто мне ножи вставили в глаза, я ничего не мог говорить, ничего не мог делать, я сразу же, блядь, начал моргать. У меня не было шансов вообще. Что у меня с глазами? Вы чего они мне подвели в самый неподходящий момент? Победил Александр Парадеевич. Мы переходим к полуфиналу нашего шоу-гляделки на канале VLOG SQUAD. У нас 4 победителя, а 4 проигравших. Кто победил? Можете встать? Ну, казалось бы, кто на них вставил? Как будем проводить жеребьевку? Я готов Санька вынести. Кто хочет с Бори выйти? Я давайте. Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Плюс реп. В аплодисменты. Кому 100 тысяч нужнее из вас? Раз. Десять минут не мотает. Два. Это будет долго. Два отсоска взгляда у кого-то. Нет, Влад в депрессии как будто. Кто из них босс? На собеседование пришел. У кого из них Кеа Оптима? Если вы тоже видите в глазах Бори Майк Тайсона, то поставьте лайк. Бори с закрытыми глазами смотрит. Это как вообще? Боря, там максимальные шторы открыты сейчас. Он давит на него психологически. Контрооружие. Просто анекдот про такси. Сейчас рассказываю, его порой. Вообще, 100% сработает. Любой, хоть выдуманный. Судьба предначертана же все равно уже. Все все знают. У меня к этому жесткое волнение появляется. Сказали, что ты был, да? Цены в такси низкие, только когда ты сам водитель. Когда ты пассажир, то, блин, что так дорого? Вчера дешевле ехал. Заходит таксист в бар. О, жиза для Бори. Два дня таксовал, меня жена посочувствовала и говорит. Ты сегодня не работай, отдохни, давай линолевым постелем. Девушка, это вы такси заказывали? Да. Понимаете, у меня машина сломалась. Давайте я его с пешком до дома провожу. Ты на чем вчера домой вернулась? На такси. Почему таксист тебя поцеловал у подъезда? Тариф комфорт плюс. Так как у нас полуфинал, будем вас немножко травить. Любой карточке коснись. Вот это, да? Эту берем? Переходим к первому усложнению. Итак, наказание звездочка. Сейчас Боря уже слезы и улада. Ой-ой-ой, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Моргнул, моргнул. Моргнул? Это и за звездочки? Нет, 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 нет. Я по себе не чувствовал, потому что когда мне это мазали звездочку, я его просто вообще терпеть не могу звездочку. Просто, просто в голове, да. Просто, просто в голове. Очень сильно играет этот фактор вот этого отвлечения, как у нас было в игре с Янчиком. Отвлекся, он переначал пальцем водить, я на нем его посадил и мгнул. Боря, сложный был? Звездочка отвлекала? Боря начинает дергаться, потому что он вот так вот, он в напряге, понял, сидит? Начинаем на счет три. Раз, два. Блин, а Боря говорил, что он накроет поляну, если выиграет? Давай сейчас спросим. Боря, ты хотел накрыть поляну, если мы выиграем? Субботний плов всем. Мы просто думаем, за кого сейчас болеть? Не, Влад тоже поляну сказал, накрываю. А если я звездочку на шею намазал, у меня глаза теперь щипят. Он был медленно подходить к глазам. У меня такое ощущение, что в какой-то момент Влад возьмет и стол просто кинет. Жесткая борьба. Моргнул! Было, было. И тогда было мне просто кашель, пришло такое чувство, и я кашлял, да я сам не понял даже. Очень сложно, потому что там запах не вносим. Моргнул, моргнул, когда кашлял. Было? Да. Вы что? Не, я кашляю, кашляю. Было, все видели? Я жопу ставлю. Борь, моргнул. Ну все видели. У вас 1-1 сейчас. Кашля ты мне дал. Только в нос и все здесь, стойте, не трогайте, не передавайте. Сейчас решающий раунд у вас будет. А они не просто так в полуфинале оказались. Из-за тебя, ты зачем так делаешь? Так я ему тоже сделал, ты думаешь, что только тебе... Уже глаза горят, у меня глаз попал даже. Не трогай лучше. Боря, не трогай глаза. Щипят глаза? Щипят? Щипят от звездочки? Ну так, нет, щипят, но я просто не трогаю ее. Раз, финальный. Два. Так, кто-то за Борей сидит, кто-то за Владом. Распределитесь. Влад как будто в золотоках сидит. Моргните, если любите маму. Влад дергаться начал. Ты люби мне гелик, я давно моргну. О, он давит на жалость. Типа ты богатый. Боря, накормлю все равно всех. Не портит здоровье, возраст. Покушаем, плов. Это ты молодой, я уже все видел в жизни. Памят за Борю. Боря меня выиграл. Пусть он достоин выиграть в финале. Ну что, первый финалист определен, не это Боря. Так как у нас полуфиналы, и у нас Настя и Саша, вторые полуфиналисты. Настя как сопернику уже посложнее, потому что я видел, что она может долго сидеть, может долго смотреть в одну точку. И она точно не как Влад, который 10 секунд и закончили, по домам поехали. Я предлагаю начинать сразу с усложнений. Давай. Поэтому вытягивайте карточку. Я пока что даже не почувствовал сложности. Вытягивай верхнюю. Что там? Мы это не будем есть. Будет хуже. Вы, кстати, тоже начнете плакать. Мне вообще все равно. Если что, я в линзах, поэтому мне все равно. Запах лука, запах всяких там подмышек, мне все равно будет. Потому что меня через линзы это не пропускает. Ваша задача будет нарезать лук. А как мы, по пальцам, нет? Аккуратненько, медленно, чтобы не порезаться вот так. Но при этом смотреть друг другу в глаза. Но просто что-то с ним делать, не обязательно его резать на кольца. Да, ты что, женщина. Готовы? Итак, второй полуфинал с нарезанием лука. Но в глаза не забывайте смотреть. Не хочу. Лук в глаза. Лук в глаза, да. Раз. Два. Нет, стой. Борь, стукнешь ради меня? Он не режет. Он не режет. Какого чуню? Смотрите, на Сашу и на Настю. Я отвлеклась на это движение. Будьте повнимательнее. Я тоже сейчас буду двигать что-нибудь. Раз. Два. Я моргнул, я моргнул. Ты моргнул? Да, забыл. Она сама. Один-один. Да, он не резал лук, действительно. Он просто что-то делал, двигал чипсами зачем-то. Это отвлекающий маневр. И вот он с этим и сыграл. Чуть напрягся, но тоже старался отвлекаться. Плюс нам дали задание, где нужно резать этот лук. Я думал, что сейчас я порежу лук, у меня начнет все в глазах. Еще до этого я помазал себе шею звездочкой из прошлого раунда, где у ребят она была. Да он не режет лук вообще. Вы понимаете, ты понимаешь, что любое движение ты сам себя подставляешь? Всего же. А что ты моргнул сейчас? Само просто автоматически. Обязательно чипсы есть сейчас? Подождите, раз. Два. Какого-то два повара. Адская кухня. Мы боремся. Ты что ножом махаешь? Ты проиграла? Я моргнула, не знаю, потому что ты когда садишься, я отвлекаюсь тоже. Я виноват. Да, я думаю, конечно, Сашка победит. Сто процентов. Я клянусь. В итоге пододвигаю ей лук, она моргает просто от того, что я ее отвлек. Я когда моргнул, я тоже это сделал абсолютно случайно, вообще никак это не контролировал, просто глаза сами закрылись. Но это все наш мозг, невозможно за всем уследить. Я вначале сказал, что я вообще типа в эту херню не умею играть. В итоге как я в финале оказался? А как ты всегда выигрываешь? Я сам не знаю. Тихо, он нам арендованный пиджак пытается порвать. Нет! Нет. Повернись. Нет, все нормально, всего лишь арендованный пиджак. Во втором полуфинале гляделок победил Александр Парадеевич. И он же отправляется в финал. Это же Парадеевич, как иначе. Я хочу, чтобы мы сейчас договорились, чтобы ты не поддавался Боре. Да я не буду поддаваться. Я просто не понимаю, насколько я долго могу продержаться. Мы за 10 секунд моргали, что с Владом, что с Настей. Я просто не знаю, насколько долго я могу. Он-то сидел уже два раунда вот так. Да, Боре, кстати, самые сильные соперники были. Когда что-то делаешь, сложнее контролировать. У меня было 50 на 50. Либо выиграю, либо нет. Потому что Парадеевич у него опыт большой. Я думал, что надо держаться, что бы ни было, какой бы бол ни был, какой бы слозы ни пошли, надо выиграть Парадеевича. Потому что я ему обещал, что я выиграю. Любую вытаскивай. Что там? Ну, погнали. Он любит острое, я нет. Раунд начнется, когда вы одновременно укусите перчики. Возьмите по одному. Ну, до половины прям. И пожевать надо будет. Нельзя выплевывать. Саня, если хочешь, ты можешь полоскать и выплевывать туда же. На счет 3 готовы? Вкусайте, я ударю. Раз, два, три. Боря уже его утопил просто в щеках. Боря, надо жевать. Смотри, как Саня. У меня по-моему щека насквозь прожигается. Боря, ты знаешь, что это плохо? Боря. Аааааа. Аааа. Аааааа. Ааааа. Ааааааа. Аааа. 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 Боря, лучше не показывай. море как будто жесткий выходит а молока молока пиво море глотить и молочко горе от нит и молочко это просто он такой я не чувствую правую часть моргнул 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 саня моргнул это просто ужасно я вспоминаю этот перец и вот борина эмоции вот эти ну я хотел чтобы он быстрее моргнул потому что для меня тоже тяжело было перец поэтому я его всякие всяческие дела чтобы он моргнул быстрее чтобы она закончился это шоу тоже в концовка было реально тяжело тоже держать никогда больше не буду есть ни за что этот перец давайте пока эффект сохранился сразу начинаем второй раунд сейчас если саня проигрывает то все море победитель второй серии баре лучшие глаза не трогай бурите могут быть проблемы со здоровьем из-за этого ну кто победит финале покричите имя раз да проблему со здоровьем вряд ли будут проблемы с жопой острые на выходе тоже острые я хочу чтобы мы сейчас договорились чтоб ты не поддавал сборе в итоге как я финале оказался как ты всегда выигрываешь что это все закончилось такие у меня эмоции после финала я думал только лишь об одном как избавиться от того что у меня немели ноги я щас упаду у меня начала кружиться голова мне стало плохо и я помню как я до этого падал в обморок на съемках от острова короче мысли только об одном были срать вообще там что я выиграл кому я проиграл моря ты выигрываешь медаль нашего победителя гляделок саня тоже остается с призом приз у меня во рту да и конечно борь ты получаешь 100 тысяч рублей пират одеть кейс что одна просьба обязательно подписаться на сабину на ярика на янчика влада куэртова и настю шулько но и на наши с андреем телеграм-канал и обязательно ссылочки в описании ой блять эмоции ты как будто улетаешь в космос ты радость у тебя радость вообще и мне эмоции самые лучшие и выиграл просто ты самый лучший вот это счастье просто просто это даже делали не в призах там сколько там сто тысяч там еще что-то просто и выиграл будет тебе сами такой момент очень чувствительный